Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Более трех тысяч кубометров мусора вывезли с территории областного центра. В Самаре подвели первые промежуточные итоги прошедшего средника. Вопросы обслуживания и капитального ремонта домов. Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Два раза в год, весной и осенью, в столице региона провели очередную генеральную уборку подвижного состава Самарского метрополитена. В областном правительстве состоялось заседание Оргкомитета Победа. Во время встречи обсуждали подготовку к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет парад, расскажет Максим Магомедов. Заседание Оргкомитета началось с минуты молчания в память о погибших войнах в Великой Отечественной войне. Во время приветственной речи губернатор отметил, что сохранение и защита исторической памяти – общая задача и святой долг перед поколением победителей. Члены Оргкомитета обсудили подготовку и проведение празднования 77-й годовщины Победы. Дмитрий Азаров подчеркнул, что это необходимо сделать достойно, на высоком уровне, чтобы затронуть максимальное число граждан. Ситуация, тем не менее, позволяет нам отметить День Победы так, как привыкли всем миром, с массовыми памятными мероприятиями. Например, мы сможем показать традиционный военный парад гораздо большему числу самарцев, чем наиболее острый пандемийный период. Мы уверен вновь пройдем в едином строю бессмертного полка вместе со своими семейными героями, вместе с тысячами земляков, вместе со всей страной. 9 мая в 9 часов утра состоится традиционное возложение цветов и венков к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине на площади Славы. В Параде Победы примет участие более 1800 человек и 22 боевых машины. Для демонстрационного полета авиации будет задействовано два вертолета Ми-8, два вертолета Ми-2 и два истребителя МиГ-31. Для проведения артиллерийских салютов в городе Самара назначена гаубичная батарея 31 мотострелковой бригады. Места проведения салютов определены и согласованы в 22 часа по местному времени. Вечером 9 мая на площади Куйбышева самарцев будет ждать праздничный концерт. Он несет в себе не только развлекательную цель, но и просветительскую, направленную на укрепление чувства патриотизма у присутствующих и сохранение памяти о подвигах русских воинов. Глава города Елена Лапушкина рассказала о работе, которая проводится в Самаре в связи с присвоением городу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». По поручению губернатора области Дмитрия Азарова была организована работа по созданию памятника Герою Советского Союза, почетному гражданину Самарской области и города Самара Владимиру Ивановичу Чудайкину. Место определили вместе с его родными и близкими. Участие в выборе принял и почетный гражданин области Максим Борисович Аводенко. Все работы по созданию памятника выполняются по графику и будут завершены до конца апреля. Глава города также рассказала, какая работа ведется с молодежью по воспитанию патриотизма. Патриотические памятные и просветительские мероприятия направлены прежде всего на наше молодое поколение и проводятся в образовательных учреждениях для школьников и студентов, в культурных центрах, в учреждениях социальной сферы. И формат этих мероприятий самый разнообразный. Глава города особо отметила издательский проект, который создается вместе с ведущими историками, краеведами и работниками архивов. Готовится книга-альбом «Город трудовой доблести Самара». В ней разместят множество важных, редких материалов и сделают их доступными для самой широкой аудитории. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Союз журналистов России обратился к эстонским властям, чтобы они сообщили о местонахождении задержанных журналисты Елены Черышевой и ее мужа, а также о предоставлении им возможности встретиться с российскими дипломатами и адвокатами. Накануне Черышеву арестовали в Эстонии по обвинению в нарушении санкционного режима. Ранее она работала журналистом в Самаре, в Прибалтийском государстве возглавляла российский спутник, а после его закрытия создала вместе с коллективом независимые СМИ «Спутник Медиа». Ситуацию прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он выразил надежду, что меры для обеспечения безопасности будут приняты компетентными службами и уверенность, что будет предпринято все возможное, чтобы вернуть на родину главного редактора русскоязычного СМИ, если она примет такое решение. О задержании Черышевой в своем телеграм-канале высказался директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Марии Захарова. Она отметила, что посольство ожидает в ближайшее время разъяснений эстонских властей по поводу инцидента. Подвели итоги первого средника и наметили планы на ближайший субботник. В Самаре состоялось заседание штаба по проведению месячника по благоустройству под руководством главы города Елены Лапушкиной. Не забывают специалисты о других сезонных работах, среди которых аварийный ямочный и ремонт дорог. Подробности в репортаже нашей съемочной группы. Свыше 3300 кубометров мусора вывезли с территории Самары с начала месячника по благоустройству. В уборке успели принять участие более 20 тысяч человек. В основном это дворники и специалисты муниципальных предприятий, но выходили и жители города. Помимо вывоза мусора производятся такие виды работ, как вырошение снега, очистка опор освещений и фасадов от незаконной рекламы. Итоги первого средника подвели на заседание штаба по проведению месячника под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Наметили и планы на ближайший субботник – Гагаринский. Ожидается, что кроме заявленных работ начнется восстановление малых архитектурных форм, ремонт пешеходных ограждений и мойка остановок общественного транспорта. Активное участие в субботнике примут и жители города. Ситуация по сравнению с прошлым годом совсем другая. Если раньше мы даже никого не приглашали, пытались справиться собственными силами, то у нас сегодня есть возможность пригласить людей и почистить город гораздо раньше. В этом году особое внимание уделят и тем объектам и улицам, где пройдет Всероссийский фестиваль «Студенческая весна». Самара стала столицей для проведения юбилейного 30-го по счету праздника творческих студентов. В городе концерты и выступления пройдут сразу на нескольких площадках. Мы рассматриваем и территории, где будут в основном проходить мероприятия студенческой весны, делаем серьезные работы по благоустройству скверов, делаем работы по ремонту фасадов, по озеленению и многие другие работы. Обсудили специалисты и проведение сезонного аварийно-ямочного ремонта. Сейчас в городе уже выполнили две трети от плана этого вида поддерживающих работ. При этом в некоторых районах заключают дополнительные контракты, чтобы восстановить больше участков. После 20 апреля в городе начнут выполнять комплексный ремонт. Максимально сейчас задействуем все наши мощности, работаем во всех районах девяти города. Очень надеюсь, что в ближайшее время с приходом стабильных плюсовых температур уже перейдем на ремонт участков дорог и жители, конечно, это быстро почувствуют. Ресурсоснабжающие организации доложили о восстановлении участков, где зимой аварии заделывали временным способом. Сейчас составлен график работы выполнен в три этапа. Сначала с 16 по 30 апреля восстановят благоустройство на участках, которые находятся под дорогами и тротуарами. С 1 по 15 мая на внутриквартальных сетях. Остальные с 16 по 31 мая. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Сотрудники электродепо Кировские начали генеральную уборку вагонов метро. Ее обязательно проводят два раза в год осенью и весной во время традиционного месячника по благоустройству. Чем генеральный порядок отличается от ежедневного, расскажет Михаил Ермоленко. В электродепо Кировское Самарского метрополитена генеральная уборка проходит два раза в год – осенью и весной. Особое внимание – окончание зимнего сезона. Все перевозчики отчитываются об объемах и результатах работ, а также о том, какие недочеты уже устранены после замечаний. Зимний сезон накладывает свои отпечатки, поэтому весенний период состав работы расширяется, проводится обязательно дополнительная дезинфекция. Это необходимо для того, чтобы транспорт нашего города был чистым, опрятным, чтобы все вагоны были правильно продезинфицированы, с тем, чтобы снизить в том числе и риски заболеваний различного рода инфекциями, в том числе и коронавирусом. Электродепо Кировское обслуживает 50 вагонов метро. На генеральную уборку одного состава уходит около 9 часов. Ее начинают внутри салона. Мойщики протирают сиденья, поручни, подоконники, окна, плафоны освещения, двери, пол, потолок, очищают систему вентиляции, продувают фильтры. Диваны на время демонтируют, чтобы максимально избавить салон от пыли, грязи, песка и мусора. Основной объем работ приходится на ночную смену и раннее утро. Техника отдыхает, а сотрудники продолжают трудиться, чтобы полностью привести в порядок как минимум 4 состава. В дневную смену мойщики успевают убрать три поезда. Так или иначе происходит утечка к смазке, и она во время движения выбрасывается на колесные пары, на параллельные затяжки тормозной и рычажной передачи. Поэтому все это надо отмывать. Подвижной состав приводят в порядок при помощи автоматических щеток и специального моющего средства. Специалисты постоянно следят за тем, чтобы было исправным все оборудование, ведь от этого зависит безопасность движения. Текущий ремонт производится в плановом режиме. Не меньшее внимание уделяется содержанию станции, входных групп, турникетных и кассовых зон, залов для пополнения транспортных карт и самостоятельного приобретения жетонов. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции была изменена периодичность обработки. Если раньше дезинфекция выполнялась два раза в смену, то сейчас она идет каждые два часа. Кроме того, на всех станциях функционируют рециркуляторы для очистки воздуха. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Вопросы обслуживания дома, проведения капитального ремонта и восстановления системы отопления. Все это глава Самары Елена Лапушкина обсудила с жителями на личном приеме. Какие варианты решения и вопросов наметили, расскажет Андрей Горгуленко. В доме 102 по Молдогвардейской в некоторых комнатах нет отопления. Жители считают, что перебои связаны с изменениями конструкции системы, которую проводили собственники помещения на первом этаже. Раньше там располагалось дошкольное заведение, но в 2009 году помещение было продано. Новые владельцы провели ремонт, после чего и начались проблемы с отоплением. Чтобы решить этот вопрос, жители обратились к главе города Елене Лапушкиной на личном приеме. Мэр поручил районной администрации совместно с прокуратурой, ГЖИ и управляющей компанией выйти на место, проверить систему отопления и выяснить, как владельцы помещения на первом этаже могли повлиять на возникшие трудности. Нам надо до конца довести это дело. С нашей стороны давайте мы все-таки проведем расследование, кому было передано это помещение. О своих трудностях рассказали и жители дома номер 121 по Красноармейской. В 2010 году им отремонтировали крышу, но работы выполнили некачественно. Теперь кровля течет, а из-за частых засоров внутриквартальной канализации периодически подтапливает и подвал дома. Чтобы решить эту проблему, глава Самары обратится в ресурсоснабжающую организацию, которой необходимо сделать гидропромывку своих сетей. А за крышей поручили внимательнее следить управляющей компанией. Специалистам предстоит ее чаще чистить и убираться на чердаке, чтобы влага не попадала в квартиры жителей, а также выполнить поддерживающий ремонт. Договорились, протокол записали, вы меня держите в курсе. Выполняются ли наши с вами договоренности? Выслушала глава города и жителей дома номер 1 по улице Парниковой. Они просят выполнить ремонт фасада. В 2017 году рядом сгорел частный дом. Огонь повредил наружный утеплитель. Глава Самары поручила районным властям посодействовать жителям в переносе капитального ремонта на более ранний срок, чтобы восстановить фасад. Также жители просят сделать новую детскую площадку. Глава района доложил, что площадку установят в рамках регионального проекта содействия. Этот адрес уже внесен в план на 2023 год. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. Городские власти выяснили, из-за чего на пятой просеке разрушилась часть тротуара на спуске, который ведет к улице Советской армии. В составе выездной комиссии эксперты осмотрели место происшествия и установили причину. О подробности расскажет Михаил Ермоленко. Вот так сейчас выглядит тротуар на спуске пятой просеки. Плитка вздулась, бордерный камень завалился в кювет, лестница тоже пострадала. Больше всего досталось свежим элементам благоустройства, а также тротуару на территории новой школы номер 26. Отсюда и начался потоп. Из-за причиненного ущерба администрация Самары назначила проверку, в ходе которой установили главную причину. Все дело в неработающей канализационной насосной станции. КНС, которая построена для сбора дренажных вод с двух школ, в настоящий момент не подключена и она не функционирует. Вся причина разрушения на пятой просеке именно в этом. К сожалению, получилось так, что размыло тротуары, плитка разрушенная. Во время комиссионного осмотра эксперты установили, что разрушения произошли из-за ненадлежащей организации работ подрядчикам, которые занимаются возведением корпусов школы. В проекте предусмотрена система сбора ливневых стоков и отведения их через канализацию. Однако подрядная организация систему водоотведения не запустила. Из-за этого начала скапливаться вода, которая шла по трубе, в том числе из озера Леснуха. Оно находится недалеко от школы. Там сейчас есть либо переливная труба, либо какая-то дренажная система, через которую избыток воды из озера Леснуха перетекает в некий исторический овраг, который при строительстве школы был засыпан, но проектировщики школы предусмотрели компенсационные мероприятия в виде достаточно мощной канализационной насосной станции. Эта канализационная насосная станция в том числе должна была бы принять сток от перетока озера Леснуха. Так как подрядчик не запустил систему водоотведения вовремя, вода размыла самый нижний колодец, после чего устремилась на частную территорию вблизи школы и потекла вниз на благоустроенный спуск на пятой просеке. По итогам комиссионного осмотра был составлен акт. В адрес подрядной организации направлена претензия с требованием незамедлительно запустить систему ливневой канализации согласно проекту. Кроме того, подрядчика обязали за свой счет восстановить разрушенный тротуар и плиточное покрытие. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. В Самарских домах завершается установка новых лифтов в рамках регионального субсидирования. С каждым годом все больше оборудования приводит в порядок на эти цели. В региональном бюджете заложены колоссальные резервные средства. Плюс регион рассчитывает на поддержку федералов. Куда самарцы могут обратиться, чтобы инженерные коммуникации в подъезде заменили, расскажет Мария Левина. В доме на коммунистической Татьяна Иванова частый гость. Здесь, на пятом этаже, проживает ее сын. Сама Татьяна любит пройтись пешком, говорит, для здоровья полезнее. Однако в девятиэтажном доме довольно много пожилых людей и детей. Потому лифт необходим. Конечно, потому что люди разные, пожилые, молодые, всякие. Кто-то по состоянию здоровья не может спуститься, кому-то он просто необходим. В этом году жителям заменили лифт. Изменилась не только начинка, но и внешний вид. Пространство внутри стало светлее, появилось зеркало, вентиляция. Кнопки этажей оснастили шрифтом Брайля. Специально для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Скорость лифта увеличилась почти в два раза. А при открытии дверей жители слышат классическую музыку. Это функция диспетчерской связи. И один из вариантов, чтобы люди проводили приятнее время, пока поднимаются. Насколько это, по-моему, доказано. Там очень много времени мы за всю жизнь проводим в лифте. В доме на Коммунистической заменили четыре лифта. Инженерные системы отремонтировали в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в 2016 году. За эти годы удалось собрать более четырех миллионов рублей силами жителей. Хотя на установку новых лифтов было затрачено более семи миллионов рублей. На эти цели в областном бюджете заложены резервные средства. С каждым годом все больше инженерных коммуникаций приводит в порядок. Так, к примеру, в 2019 году заменили 40 лифтов. В прошлом – 175, а в текущем – в самарских домах появится порядка 600 современных лифтовых кабин. Чтобы получить новое оборудование, жителям следует обратиться в районную администрацию. Именно она выступает в роли заявителя на замену лифта. В бюджете в Самарской области предусмотрены средства на три года вперед, то есть на текущие 22, 23 и 24. Средства беспрецедентные – это 1,2 миллиарда рублей ежегодно. Это только из областного бюджета. Плюс ко всему, значит, есть договоренность с фондом содействия реформирования ЖКХ. Это федеральный фонд, который помогает регионам. Гарантия на лифтовое оборудование составляет четверть века. Дальнейшая эксплуатация инженерных систем после установки ложится на плечи управляющей компании. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 323 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 377 337. Такие данные в четверг опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 483 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписали 365 710 человек. Снижение числа заболевших – результат большого числа вакцинированных в регионе, уверены медики. Село Андреевка Богатовского района – яркий тому пример. Большинство его жителей привиты. Подробности в нашем сюжете. Тропа в фельдшерско-акушерский пункт села Андреевка Богатовского района не зарастает никогда. Жители активно идут вакцинироваться, а те, кто привился более полугода назад, повторяют процедуру. Секрет большого числа привитых в том, что медики работают здесь уже много лет. Знают практически каждого пациента, а те им, в свою очередь, доверяют. Если врачи говорят надо, идут на иммунизацию. Жителям очень удобно. В шаговой доступности находится фельдшерский пункт. Все этому рады, конечно, пользуются. Обращают за медицинской помощью к фельдшерам. Жительница Андреевки Анастасия Рябцева сделала прививку от коронавируса еще в прошлом году. Семья ее поддержала. Вакцинированы все. Говорит, никаких осложнений не было. Сейчас решила повторить процедуру. Новая зараза, с которой нужно бороться. Это и сподвигло. Защита от коронавируса, помощь организму. Медики советуют накануне майских праздников позаботиться о своем здоровье и сделать прививку от коронавируса, чтобы с чистой совестью общаться с близкими и друзьями. Воезная вакцинация, Вселенная этот раз прошла в рамках Всемирного дня здоровья. Пациенты смогли не только сделать прививку, но и пройти диспансеризацию. Здесь включает в себя дополнительная диспансеризация, анализы. Потом врач смотрит и оценивает состояние здоровья, направляет уже на углубленную диспансеризацию, куда включает эхокардиографию, УЗДГ, УЗИ органов брюшной полости. По словам врачей, в большинстве своем в стационар попадают люди невакцинированные. Те, кто сделал прививку, болеют гораздо меньше и легче переносят все симптомы. Поэтому сейчас важно не останавливаться, вовремя проводить ревакцинацию. Однократная прививка не дает эффекта на долгие годы. Вирусы способны мутировать, и прививки учитывают возможности новых штаммов. Виктория Шарая, События. В музее Самары Космической открывается персональная выставка российского графика автора тысяч книжных иллюстраций и гравюр, члена Союза художников России Виктора Понидова. Все экспонируемые работы выполнены в технике афорт. Это разновидность гравюра на металле. Продолжит тему Ольга Волкова. КОНЕК-ГОРБУНОК Объясненные элементы печатной формы создаются путем травления металла. Таинственные планеты, космические корабли и, конечно, Гагарин. 13 картин погружают в атмосферу космоса, что неудивительно, ведь Понидов наш самарский художник. Отец вообще очень увлекался космосом. И когда полетел Гагарин, он говорит, я выскочил на улицу. Мне казалось, что все должны выйти на улицу. Это было такое вот, говорит, я и шел по этой улице, оглядывался на людей, смотрел. Ну, в общем, для него это была какая-то очень трепетная тема. Выставку работ Виктора Понидова сможет увидеть любой желающий до октября 2022 года. При этом цикл творческих мероприятий на этом не заканчивается. Это великолепная возможность, понимаете, предоставлять высокое искусство нашим посетителям. Перед этим у нас была выставка художников Самарских союзов художников. На фоне этого у нас была выставка детских рисунков. У нас постоянно меняющаяся экспозиция. То есть даже та Самара космическая, основная экспозиция, на самом деле меняется. 12 апреля 2022 года музейно-выставочному центру Самара космическая исполняется 15 лет. В честь этого события самарцев ждет много тематических мероприятий. Ольга Волкова, Константин Головин. События. Православные сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Благовещение. В народном календаре этот день – начало весны. Время пробуждения земли, зверей, насекомых, а также пора прилета птиц. В старину праздник отмечали в семейном кругу. В этот день было принято выпускать на волю птиц. Люди верили, что они принесут счастье тому, кто их освободил. Считалось, что пернатые расскажут ангелам о добрых делах человека, а те вознаградят его крепким здоровьем и благополучием. Сильной защитой от бед, болезней и сглаза считались Благовещенские костры. В них сжигали солому и старые вещи. Было принято также прыгать через огонь и окуривать одежду. Считалось, что пламя очищает от всех неприятностей, а также палит зиму и греет весну. Эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Руководитель управления информацией и аналитики администрации «Самары» Елена Рыжкова рассказала, как в «Самаре» реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги». Подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов уличнодорожной сети. В этом году сроки исполнения гарантийных обязательств истекают на Чапаевской. Комплексный ремонт этой улицы в границах Ульяновска и Венцека был проведен в рамках подготовки к Чемпионату миру по футболу 2018 года. Администрация Самарского района в телеграм-канале опубликовала фотографии уборки города. В Самаре идет месячник по благоустройству. На расчистку территории вышли сотрудники детского сада номер 49 Самарского областного художественного музея, жители домов. В Кировском районе напоминают, что с 15 апреля по 30 мая в режиме онлайн пройдет всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Для того, чтобы как можно больше людей узнали о возможности проголосовать, а также о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, привлекаются волонтеры. По состоянию на 1 апреля на платформе добро.ру зарегистрировано 36 тысяч волонтеров по всей стране. В Красноглинском районе организован пункт оказания помощи тем, кто желает принять участие в акции «Бессмертный полк». В районной администрации по адресу улица Сергея Лазо, дом 11, кабинет 25, можно отсканировать и оцифровать фотографию родственника, участника Великой Отечественной войны, желающих принимают 7 апреля. На этом выпуск подошел к концу. Все наши новости можно читать в Телеграм-канале, на официальном сайте «Самары ГИС», в «Одноклассниках» и во Вконтакте. Выпуски новостей можно увидеть на Рутюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok